Что случится, если ты упадёшь в воду с пираньями? Одни люди считают, что пираньи безопасны, другие считают, что они съедят тебя за 2 минуты. На самом деле, пираньи робкие и боязливые рыбы, они никогда не нападут на тебя просто так. Например, вот этот парень прыгнул в бассейн, в котором плавали пираньи. Сначала он плавал там один, затем он взял кусок мяса с кровью и плавал уже вместе с этим мясом, и пираньи его не трогали. А весь секрет кроется в том, что пираньи вас боятся. Они считают, что вы крупный хищник, и вы сами съедите их. Пираньи нападают только в двух случаях. Первое, если жертва находится внизу их пищевой цепочки. И второе, если кто-то угрожает их икринкам. Пираньи не кровожадные чудовища, а милые няшки-симпатяшки. Если вы просто упадёте в воду, они вас не тронут. Однако, если вы без сознания, если вы раненые истекаете кровью, то они... они вас сожрут. 20 сентября 1981 год. Крушение корабля собрал Сантос 2. Из 500 человек выжило только 178. А вот другие были съедены пираньями, рыбами пираиба, краснохвостый сом, а также кайманами. А всё из-за того, что когда судно перевернулось, много людей получили повреждения. И если пираньи просто неомкает тело, то краснохвостый сом утаскивает жертву до дна, пока жертва полностью не утонет. Те ещё твари. Но всё это ерунда по сравнению с эффектом 25-го кадра. Хотите, я вас загипнотизирую? Но в следующем видосе.